МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале программа события в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Лучшие педагоги начинают борьбу за победу. В Брянске уже в 30-й раз стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». Вы уже победитель. Вы уже победитель регионального конкурса «Учитель года России-2019» в Брянской области. 146 будущих управленцев получили дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Треть из них – отличники. Иногда нужно проверять те знания, которые у тебя уже есть. Если ты находишь им применение, если ты можешь им пользоваться, это прекрасно. Нарядное платье, прически и макияж. В Брянском центре «Наши дети». Пятеро особенных девушек стали героинями настоящей фотосессии. Ребенок волнуется. Она не знает, что в итоге получится и как она себя увидит с другой стороны. И теперь подробнее. 19 марта в Москве в Министерстве природных ресурсов и экологии России состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Во встрече также принял участие первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев. В ходе встречи обсуждались планы по расчистке реки Десны в пределах города. Губернатор подчеркнул, что руководство региона нацелено на сохранение и восстановление водных объектов. Дмитрий Кобылкин поручил ответственным сотрудникам Минприроды проработать данный вопрос. Министр выразил губернатору слова благодарности за 96 единиц техники, приобретенной для лесничеств. Дмитрий Кобылкин отметил, что это уникальный случай, когда руководство региона полностью за счет средств областного бюджета закрывает потребность в транспорте для лесников. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что такой подход со стороны руководства региона достойный пример для подражания. Министр отметил, что благодаря такому шагу Брянская область готова к достижению тех целей, которые поставил президент. Эти цели связаны с гарантийным воспроизводством лесов на всех площадях вырубленных и поврежденных насаждений и сокращением ущерба от лесных пожаров. Также 19 марта в Москве состоялась рабочая встреча Александра Богомаза с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым. В ходе встреч обсуждалась поддержка предпринимателей. Брянскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель директора Фонда развития промышленности Российской Федерации Андрей Манойло. Перед тем, как отправиться на брянские предприятия, он встретился с заместителем губернатора Александром Жигуновым. На этом коротком совещании также присутствовал заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Юрий Плесунов, директор департамента промышленности Брянской области Виктор Войстроченко. Визит первого заместителя директора Фонда связан с запуском производства транзисторов и микросхем для смартфонов и ноутбуков на ЗАО «Группа Кремний-Л». Ранее фонд представил предприятию льготный заем на реализацию инвестиционного проекта. Подробности визита в ближайших выпусках программы события. Пока к другим новостям. Утверждена повестка 65-го заседания депутатов Брянской областной думы. Оно состоится 28 марта. На заседании депутаты рассмотрят более двух десятков вопросов. Среди них объединение муниципальных образований, входящих в Новозыпковский район, меры поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация транспортного обслуживания населения региона. Ставлю на вас с вами. Кто за данное предложение, прошу прогасывать. Кто против воздержаться, принимается. Также Совет областной думы поддержал инициативу заместителя губернатора Александра Коробко. Его предложение в ближайшее время на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований обсудить проекты инициативного бюджетирования. Для примера, в прошлом году у нас была сумма, естественно, порядок меньше. В городе Брянске Белый колодец, родник Белый колодец, был ремонтирован как раз по этой программе, по инициативе жителей. На каждый райцентр у нас 2,5 миллиона рублей мы можем выделить. На каждое поселение 500 тысяч рублей. Если в прошлом году на реализацию проектов инициативного бюджетирования из областной казны выделили 10 миллионов рублей, то в этом 100 миллионов. Как будут распределены эти деньги среди муниципалитетов, зависит от активности граждан на местах. Население вовлекают в процесс изменения облика территорий. Ведь именно оно знает, что необходимо в первую очередь новый сквер, ухоженная дворовая территория или парковка. Александр Коробко отметил, это принципиальный, более ответственный подход к управлению бюджетными деньгами при участии граждан. Екатерина Карманова, Игорь Винничук. События Брянск. Лучшие педагоги начинают борьбу за победу. В Брянске уже в 30-й раз стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». И ко мне присоединяется моя коллега Кристина Персхилава. Кристина, здравствуй. Скажи, пожалуйста, так сколько же учителей в этом году принимают участие в конкурсе? Здравствуй, Оксана. В этом году в борьбе участвует 30 учителей. Не понаслышке знаю, сама через это проходила. Впереди у них очень сложная неделя испытаний. Какое же учреждение образования принимает конкурс в этом году? В своей двери в этом году для конкурса открыла 4-я гимназия. Именно там и состоялась торжественная церемония открытия. Они никогда не волнуются, стоя у доски, и знают ответы абсолютно на все вопросы. Пожалуй, так о каждом из них думают сотни учеников. Но сегодня все далеко не так. Ведь сейчас это 30-ка педагогов на пороге важной и напряженной экзаменационной недели. Где лучшая оценка – это признание коллег и звание «Учитель года». Прежде всего, участие в конкурсе – это преодоление. И понятно, что это не так все просто. И понятно, что нужно преодолеть не только себя. И нужно понимать, что готовы ли вы к этому. И вы уже победители. Вы уже победители регионального конкурса «Учитель года России-2019» в Брянской области. Потому что вы лучшие в своей школе, в своем классе. Вы признаны среди родителей, социуми, которые находятся вокруг вас. Вы лучшие в муниципалитете или в городском округе. Юбилейный и особенный. В этом году конкурс проходит уже в 30-й раз. За победу впервые, в отличие от прошлых лет, будут бороться представители всех муниципальных образований и городских округов региона. Каждый год конкурс по-новому звучит. В нем больше специалистов, больше предметников. Мы больше видим молодых участников, больше мужчин. Но уже хотелось бы, чтобы женщина победила. Потому что все-таки это женская профессия, профессия учитель. В этом году больше всех среди конкурсантов – учителей гуманитарных предметов и начальных классов. Средний возраст педагогов по-прежнему 30-40 лет. Ярослав Бабарин – учитель физики из 3-й Брянской гимназии. Самый молодой участник регионального этапа. В работе, признается педагог, возраст не добавляет сложностей, а скорее напротив. Мне 26 лет, 5-й год работаю в гимназии. Может быть, мне проще общаться с детьми, находить общий язык, потому что между нами разница в возрасте чуть меньше. И у нас сознание работает приблизительно одинаково. Своим личным примером стараюсь показать, что физика – это не просто какие-то формулы, какие-то параграфы непонятные. Это, прежде всего, природа и окружающий наш мир. Урок для незнакомой аудитории, классный час, а еще мастер-класс для коллег и мини-интервью с директором Департамента образования и науки. Конкурсная борьба продлится ровно неделю. На всех этапах оценивать мастерство участников будет большое жюри. Сами же педагоги уверены – все получится лишь при условии абсолютной отдачи своему делу. Учитель должен быть эмоциональным и дарить эмоцию на уроке. Потому как только посредством честности и эмоции можно ребенка, говоря современным языком, зацепить. Это очень сложно сейчас. Дети очень современные, дети очень развитые. И чтобы быть в их глазах таким же, быть в их глазах авторитетом, надо, наверное, быть с ними на одной эмоциональной волне. Кто войдет в пятерку лауреатов конкурса, станет известно уже в пятницу, 22 марта. Имя же победителя, того, кто представит регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года» назовут в мае на торжественном собрании. Кретина Патхилова, Иван Зюрев, События, Брянск. 146 будущих управленцев получили дипломы Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Треть из них – отличники. Обладателем красного диплома стал и наш коллега, популярный радиоведущий Игорь Николаенко. Специальность «Государственное и муниципальное управление» у ведущего «ЛАФ-радио» Игоря Николаенко вторая – диплом красный. Игорь признается, учиться в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы было легко. Я шел в институт для того, чтобы вспомнить, как это учиться, завести, возможно, новые знакомства, я их здесь нашел. Возможно, утвердиться в своем мнении о том, что я довольно умный парень, потому что не то, что нужно получать новые знания, иногда нужно проверять те знания, которые у тебя уже есть. Если ты находишь им применение, если ты можешь им пользоваться, это прекрасно. Марина Сычева занимается общественной деятельностью. Говорит, от ее знаний в области юриспруденции зависит, сможет ли она помочь людям. Мы получаем не просто для себя это образование, а для тех людей, с которыми сталкиваемся по жизни. Потому что нормы права, они меняются, и нам нужно знать. Потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Военные, преподаватели, работники социальной сферы и сельских администраций. Академия делает ставку на образование для взрослых. Сейчас страны в современных технологиях конкурируют не дешевизной труда и не природными ресурсами, а качеством государственного управления. Поэтому основой для любой сферы, начиная от малого бизнеса и заканчивая, допустим, здравоохранением, является качественное администрирование. Это действительно великая специальность быть настоящим управленцем, быть настоящим патриотом и искренне чувствовать все то, что происходит на курируемом тобой направлении. В этом году Брянскому филиалу Национальной школы управления исполняется 20 лет. В Брянском филиале Академии госслужбы работают люди с богатым управленческим опытом. Некоторые из них занимали ключевые должности в региональном управлении, были заместителями губернатора Брянской области, директорами департамента. Есть среди преподавателей Академии действующие госслужащие, которые делятся со студентами современным опытом администрирования. В этом выпуске руководители, сотрудники правительства Брянской области, мэрии, структур прокуратуры и МВД, директора крупных предприятий. Всего 146 выпускников. Треть будущих управленцев закончили вуз с отличием. Александр Новиков, Екатерина Пормон, Иван Зюрев. События. Брянск. Долгие годы жители Фотинского района города Брянска обращались с просьбой о строительстве новой детской поликлиники, так как старая не отвечала современным требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. И, наконец, долгожданное событие случилось. Строительство детской поликлиники началось. У нас на связи Ольга Черкова, заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Благодаря чему дело сдвинулось с мертвой точки? Я думаю, что, действительно, наконец-то это такое долгожданное событие начинает реализовываться в нашем городе. Конечно, только благодаря, наверное, совместным усилиям и городских властей, и особенно губернатора нашей области Александра Васильевича Богомаза, директора департамента здравоохранения. Наконец-то это все сдвинулось с мертвой точки. На сегодняшний день выделены деньги на строительство детской поликлиники. Это консолидированный бюджет, федеральный и областной бюджет. Конечно, львиная доля – это федеральный бюджет. Доля софинансирования составляет 27,6 миллиона. И больше 317 миллионов – это федеральный бюджет. И что же сейчас происходит? На улице Минжинского уже идут работы? Снег сошел? Ну, снег сошел. Я думаю, сейчас начнутся мероприятия по подготовке строительной площадки. Здесь уже, наверное, нам строители ответят более конкретно на вопрос, как быстро они начнут делать нулевой цикл, когда будет возводиться уже, конечно, и само здание. Но мы надеемся, что в конце 2020 года мы уже увидим результат совместной работы и строителей, и органам здравоохранения. И мы надеемся, что вот в эксплуатацию здания он будет согласно плановым значениям. Ольга Ивановна, так какая же это будет поликлиника? Она будет отвечать с требованиям 21 века? Конечно, это будет поликлиника 21 века. На сегодняшний день нормативная база предусматривает не просто хорошее и правильное оснащение медицинской организации, но она еще и предусматривает создание комфортной среды пребывания для родителей и детей. Это профилактическая направленность в медицинской работе учреждения. И, конечно, для того, чтобы люди приходили с профилактической целью в лечебное учреждение, в лечебно-профилактическое учреждение, то для этого должны быть созданы необходимые условия. Это, во-первых, удобная мебель. Это комфортное пребывание для родителей с детьми до года, чтобы было место, где ребенку покормить, чтобы было место, где детям поиграть, чтобы было удобно родителям подождать свои очереди, которые, мы надеемся, очередей этих тоже не будет, потому что предусмотрена электронная запись, предусмотрена удобная навигация, предусмотрено расписание узких специалистов, так, чтобы это было удобно и персоналу, и родителям, которые будут приходить на прием. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи была Ольга Черкова, заместитель директора Департамента здравоохранения Брянской области. Она прокомментировала ситуацию со строительством детской поликлиники в Фотинском районе города Брянска. Департамент здравоохранения Брянска. Затем с докладом выступил начальник местного отделения Андрей Зарубин и сообщил об уровне преступности на территории обслуживания. С начала этого года в районе зарегистрировано 2040 заявлений. Это на 18% больше прошлогодних показателей. Почти в два раза уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений и фактов умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Общая раскрываемость преступлений по району более 90%. Затем начальник областного управления МВД вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам. А за достигнутые высокие показатели отдел в качестве поощрения получил новую служебную машину. В завершении визита Владислав Толкунов посетил школу-интернат имени Героя России Титова. Он посмотрел помещение интерната, встретился с его директором, преподавателями и воспитанниками. Игорь Умаров, присоединение пресс-службы УМВД по Брянской области. Брянские полицейские постоянно проводят профилактические рейды, в ходе которых выявляют нелегальных мигрантов. Только за 10 дней сотрудники полиции выявили более 200 нарушений миграционного законодательства. Вопросы нелегальной миграции находятся на постоянном контроле у брянской полиции. Благодаря этой работе заметно снижается криминализация региона, в частности, сферы услуг и предпринимательской деятельности. В рейдах участвуют сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые, сотрудники уголовного розыска и иных спецподразделений. В ходе оперативно-профилактических мероприятий только за 10 дней полицейские проверили более полутора тысяч объектов временного пребывания иностранных граждан, 155 строительных площадок, 425 предприятий сферы услуг и рынков. По информационным ресурсам МВД России проверено 830 иностранных граждан и лиц без гражданства. 472 человека прошли процедуру дактилоскопирования и 323 – процедуру геномной регистрации. Полицейские выявили 14 случаев незаконного пересечения границы, 15 фактов фиктивной регистрации по месту жительства и 19 фактов фиктивной постановки на миграционный учет. Задержано 8 человек, находящихся в розыске. Привлечено к административной ответственности за нарушение в данной сфере 165 граждан. Хочу пояснить, что к ответственности привлекаются не только иностранные граждане, но и граждане Российской Федерации, должностные юридические лица, допустившие нарушение миграционного законодательства. Полиция призывает жителей региона активнее выражать свою гражданскую позицию и сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства. Игорь Умаров при содействии Пресс-службы УМВД по Брянской области. С приходом весны и тепла не все любители подлёдной ловли спешат покидать излюбленные места отдыха. Между тем, весенний лёд коварен и опасен. Выход на него может привести к трагедии. Для того, чтобы предупредить несчастные случаи на весеннем льду, инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические рейды. Лёд очень опасен тем, что, имея достаточную толщину, он становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность. Особую опасность весенний лёд представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на берегу рек, катаются на льдинах. Чтобы избежать трагедии, инспекторы ГИМС советуют родителям усилить контроль за своими детьми, разъяснить им меры предосторожности, ни в коем случае не допускать их к водоёмам без надзора, особенно в период ледохода. Жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейшая социально-экономическая сфера национальной экономики России. День работника ЖКХ отмечается в 3 воскресенье марта. Благодаря коммунальщикам в домах и квартирах есть вода, газ, свет и тепло, а во дворах, парках, улицах на дорогах чисто. В одном из таких предприятий – МУП «Жилспецсервис» – нам рассказали, как делать свою работу и оставаться конкурентноспособным. У предприятия есть собственный столярный цех. Здесь работают два человека. За пять дней они изготавливают декоративные качели. За день делают мельницу и за пару дней справляются с дверью. Кроме этого, в мастерской производят оконные блоки, лестницы, скамейки, детские домики и многое другое. Все, что нужно для хорошего содержания, общедомового имущества и благоустройства дворовых территорий. Также на предприятии у нас имеется 15 единиц техники и 4 спецтехники. Это двовышки, автовышка и ассоциализаторская бочка. Я думаю, что ни одна частная компания не имеет такой ресурс, как мы. Чтобы оперативно реагировать на запросы населения, у жилспецсервиса есть аварийно-ремонтная служба из трех бригад, которая работает круглосуточно. Аварийная служба также у нас обслуживает и детские сады, и школы. Мы им помогаем, не бросаем. Мы оказываем помощь всяческую им и техникой, и специалистами своими. Еще одна важная особенность жилспецсервиса – работа с поставщиками энергии напрямую, без внутренней кассы. Наша организация заключила договор с РИРЦ, который производит начисления нашему населению за поставленные коммунальные ресурсы. И деньги напрямую от нашего населения за коммунальный ресурс идут напрямую на счета наших поставщиков. На наши счета эти деньги не поступают никаким образом. Касательно благоустройства. Например, во дворе дома 78 по проспекту Ленина, по просьбе жителей дома, жилспецсервис полностью обновил детскую площадку. Помимо этого, отремонтированы козырьки подъездов, установлены новые лавки, урны и ограждения. Все чисто и покрашено. Естественно, инициатива жителей была поддержана. И вот результат. Вы сами видите, я думаю, что это неплохо. Хотя можно было бы сделать, конечно, еще лучше. Но предела совершенства нет. Еще один пример благоустройства – дом Пафокина 50. Огороженная территория с большой детской площадкой поддерживается в чистоте и постоянно обновляется. Зимой мы ставим здесь новогоднюю елочку. Посадили две елочки. Одна елочка, вот она наша растет. Вторая елочка, вон там растет. Мы довольны. Поливали их все время. Ну что, песок завозим, дворики убираем. Дворник есть у нас здесь. Ну, пока вот такая обстановка. Кроме этого, порядок поддерживается и в самих подъездах. Выполнен профильный ремонт. На каждом этаже установлены новые светильники. В коммунальной сфере МУП «Жилспецсервис» уже 13 лет. На балансе предприятия 257 многоквартирных домов, 112 из которых – бывшие общежития. Зона обслуживания – весь город. В каждом районе есть самостоятельное подразделение. На сегодняшний день в «Жилспецсервисе» работает около 200 человек. Игорь Умаров, Сергей Дюков. События. Брянск. Госавтоинспекция «Брянска» предлагает водителям-дачникам, эксплуатирующим свой автотранспорт только в летний период, а также пожилым водителям пройти экспресс-курс по восстановлению навыков вождения. Это состоится 21 марта в 16 часов в Фотинском учебно-спортивном центре ДСАФ по адресу улица 2-я аллея, дом 8А. Участие бесплатное. Занятия для пожилых водителей и водителей-дачников проведут сотрудники ГИБДД «Брянска», преподаватели автошколы, волонтеры-медики. В программе экспресс-курса «Теория и практика» психолог расскажет участникам акции о возрастных особенностях водителей. Записаться в группу для занятий можно по телефону 74 73 08. Нарядное платье, прически и макияж в Брянском центре «Наши дети» – пятеро особенных девушек – стали героинями настоящей фотосессии. Как это было, расскажет Валерия Бурносова. Ничего, все хорошо? Все хорошо, просто непривычные ощущения. Еще можно мне предложить? Да. Доброе утро, дядь. Макияж для Тани – дело необычное. А впереди еще прическа и примерка платья. О настоящей фотосессии эти девушки мечтали давно. Воплотить заветное желание взялся Брянский центр по работе с молодежью и семьями. Мы узнали просто в общественной организации «Имолидов» о том, что девочки очень хотели бы получить красивые фотографии. И мы решили с моими сотрудниками сотворить для них маленькое чудо. У нас участвует сегодня пять девушек, ну и, конечно же, команда стилиста, визажиста, фотографа и аренда платьев. На предложение центра поучаствовать в фотосессии откликнулась целая команда профессионалов. Для Яны это первый подобный опыт, но найти общий язык с моделями получилось быстро. Я с удовольствием согласилась, потому что это живое общение с девочками и для себя опыт. Сейчас все более естественно в моде, поэтому девочки, в принципе, соответствуют всем требованиям. Мне сильно работать не приходится. Не меньше девушек волнуются их мамы. В организации «Родители детей-инвалидов» такое мероприятие проходит впервые. Мы готовились к этому празднику, наверное, около месяца. При вкушении были праздника. Ну как, ребенок волнуется. Она не знает, что в итоге получится и как она себя увидит с другой стороны. Красавка, иди ближе. Да, запечатлеть там. И даже если находиться перед объективом камеры непривычно, в каждом кадре улыбка. Ведь любой девушке приятно стать принцессой хотя бы на один день. Валерия Бурносова, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. Хорошая новость для всех поклонников танцев. Телеканал «Брянская губерния» объявляет о старте отборочного этапа третьего сезона телепроекта «Станцуй лучше». «Станцуй лучше» – это яркие эмоции, неожиданные перевоплощения и возможность познакомиться с лучшими танцевальными коллективами области. Не пропусти главное событие этой весны. «Станцуй лучше» – кубок вызова. Когда два года назад телеканал «Брянская губерния» запускал первый сезон проекта «Станцуй лучше», никто и предположить не мог, во что выльется этот необычный эксперимент. Сейчас можно с уверенностью утверждать, такого в истории брянского телевидения еще не было. Сотни танцовщиков, десятки ярких номеров и более полумиллиона просмотров в соцсетях. Телепроект «Станцуй лучше» уже давно вышел за рамки конкурса, превратившись в грандиозное шоу, за которым следят и которого ждут. Третий сезон телепроекта «Станцуй лучше» обещает быть еще более ярким и насыщенным. Организаторы решили полностью изменить формат, а это значит, мы увидим еще больше неподдельных эмоций, талантливых исполнителей и красочных постановок. Еще больше танцев. Танцев без границ и стереотипов. В грандиозной танцевальной битве сойдутся уже признанные мастера, суперфиналисты первых двух сезонов и дерзкие дебютанты проекта. Вы талантливы и амбициозны? Вы хотите доказать себе и окружающим, что можете «Станцевать лучше»? Тогда мы ждем вас. Они уже доказали, что лучшие. А ты готов бросить вызов суперфиналистам телепроекта «Станцуй лучше»? Стань участником грандиозной танцевальной битвы «Станцуй лучше»! Кубок вызова. Посмотрим, на что способен ты. Подробности на сайте губерния.тв. «Станцуй лучше»! Кубок вызова! Возрастное ограничение 6+. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok